Пожалуйста, если что-то так хорошо идет в Марионике, какие могут быть мотивации к отделению от него и жизни в свободном состоянии? Если все так хорошо идет, то вас должны поддерживать ассоциацию с Марионикой? Конечно, я так понимаю, что жизнь, эволюция, она никогда не останавливается на каких-то определенных формах. Извините, декларация о механизме нет. Нет, в каком смысле механизме нет? Комповым механизмом нет. Если кто-то развертит Марионикой, то можно поддерживать ассоциацию с Марионикой? Ну почему? Если, допустим, существование кусочков Марионита, окруженных липидной мембраной, давали неэффективные преимущества, ну, например, где-то куда-то переноситься, делиться в водной среде, в воздушной среде и так далее, то в той и другой среде, в той и другой, там, где залежим от Марионита, жизнь как Марионитная была, так и существовала дальше. А вот в новые ниши, экологические, жизнь могла заселять, возможно, тогда, когда оторвалась. Так я и спрашиваю, какая мотивация к отрыву? То есть, понимаете, где-то... Мотивация именно так, чтобы починиться еще где-нибудь. То есть, миллионы лет, которые могут Марионитикой, потом образовались липосомы, которые дали возможность ее переносить туда, в другое место. Это не значит, что это случилось. Конечно, не значит. Никто не видел, как случилось то, что образовало жизнь. Я не утверждаю, что это было именно так. Я предлагаю подумать в этом. Пожалуйста, вы ушли от... Я хотел задать точно такой же вопрос, но про физику. Дело в том, что все адсорбционные пути чреваты тем, что вы проваливаетесь в потенциальную яму, и дальше кто-то должен вдохнуть жизнь в эту систему, чтобы ее вынуть оттуда. В каждой стадии, о которой вы говорили, вы закладывали свободную энергию теми компонентами, которые вы соединяли, которые на одной стадии срабатывали. Вы же не сможете, я не вам говорю, а Господь Бог не может создать всю эту цепочку, чтобы она спонтанно прокатилась. В том смысле прокатилась? Уточните, пожалуйста. Все, что вы делали поочередно, чтобы прошло в одной пробирке от и до, на том же сорбенте, на глине. Не пройдет. Я не говорю про одну пробирку, я говорю про землю. Не-не-не-не. На самом деле играет оркестр. Если у нас есть склад музыкальных приборов, это совсем ни клетка, ни жизнь. Я кончу. Если мы хотим прокатить вот эту цепочку реакций, мы должны иметь реактор, который умеет подкачать каждый раз энергию. Для этого и придумана липосома, которая делает йодную асимметрию, неравновесную и исходную. Стартовать надо не через равновесие постадийное, а стартовать надо с подвешенной системы. И тогда она может крутить вот это все. Я не совсем понимаю, что вы подозреваете, говоря крути и все остальное. Вопрос в том, может ли термодинамика согласоваться с вами? Я думаю, что может. Конечно, там идет, конечно, я согласен с вами, что процессы синтетические приводят к тому, что все это накапливается, вот скажем, на данном кусочке глины. Потом что происходит? Потом идет выветривание, глина распадается под воздействием внешних сил, кусочки переносятся в другое место, поселяются в другом месте, вместе со своим генетическим материалом. Вокруг везде есть бульон, имеется в виду, вокруг везде есть источники энергии, сумму срата и так далее. И синтезы, процессы синтеза и концентрирования происходят в новом месте и так далее. Я не говорю, что это и есть жизнь. Но то, что могут происходить таким образом довольно эффективные процессы синтеза и образование предшественников для жизни, и в том числе создание условий для формирования подобия глеток через формирование липосом, которые включают эти аджесисы глины, это мегасформерение. Складно получается. Детали я сейчас не хочу уникать по простой причине. Меня просто интересует какая-то локальная вещь. Вот вообще такой сценарий требует каких-то, если можно, сцен отдельных, чтобы потом это связать и увязать между собой. У вас есть какие-нибудь данные, вот просто измеренные данные нарушения симметрии? И какой процент этого нарушения? Нет. А? У меня ничего нет, кроме того, что я дала. Очень-очень красный комментарий по поводу термодинамики. Значит, равновесная термодинамика все-таки предполагает обратимость процесса. Значит, пусть он будет сильно сдвинут в сторону адсорбции, но все-таки какие-то маленькие-маленькие части... Если адсорбция разорвала, то она не будет... Вот это первое. А вопрос мы такой. Работали ли вы с другими глинями, ну, например, такими, как коленик? Он обладает меньшей поверхностью, но более интересными свойствами. Я не являюсь апологетом, приверженцем матмарелонита, хитов, холеонитом, вы указаны в таблице. Там меньше удельной поверхности, меньше способность поглощать ионы, удерживать на себе. То есть, худшее региональные свойства. Я могу сказать, что все данные, которые касаются глины, это не наши глины. Я там где-то кое-где приводил ссылки на региональные статьи. В основном это данные в лаборатории Ферриса. Наша часть заканчивается кубет-репликазой и полимеразоцветной реакцией в полиоколамидном геле, а также транскрипция и трансляция. Вот та часть, которую мы, собственно говоря, сделали. А все остальное, это размышления на тему о том, каким образом вот эта вот компарментализация в пористой среде могла бы способствовать на каком-то этапе формирования жизни. На самом деле вопрос даже не о том, на микронных колониях революбосомность жизни формировалась. Никто не знает, что она вообще формировалась. Доказать всех, если по поводу, так сказать, доказательств. Мы только можем думать о том, и где она, на Земле, или на другой планете. Мы занимаемся просто интеллектуальными образлениями. То есть вы не согласны, что гомохиральная среда в преддверии оживления материи должна была быть? Так? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.